Всем тыквенный привет, с вами Dream. Ну что ж бойцы, вот и настал тот самый день, когда мы с вами наконец-таки рассмотрим награды 11-го Ройал Пасса, которые нам завезут в игру уже через неделю. В принципе вы знаете, что у нас тематика будет именно скрытые охотники, мы сами уже видели вот этот баннер, но прямо сейчас мы с вами рассмотрим все награды. Так что всем желаю приятного просмотра, напоминаю, что у нас есть, ребятки, розыгрыш трех Ройал Пассов на канале, проходит розыгрыш прокачки аккаунта на канале, ссылочки есть все в описании, переходите, участвуйте, ну а мы начинаем. И да, подписывайтесь еще на Телеграм, ребят, потому что там скоро должна появиться ссылочка на скачивание обновления раньше всех, поэтому если вы хотите скачать раньше всех, просто переходите по ссылке в мой Телеграм канал. Погнали, награды 11-го Ройал Пасса, первый уровень, Скорелька, ребятки, та самая Скорелька, которую мы с вами, кстати, уже видели, я вам говорил, что она будет платным РП, выглядит она очень даже хорошо, поэтому что идем дальше. Дальше у нас идет костюмчик, ребятки, костюмчик за первый уровень, выглядит средненько, прошлый первый уровень был получше, если вы помните, да, но все же, все же выглядит нормально, более-менее нормально, нету этих токсичных цветов, нету у нас этих лишних деталей, которые напрягают нас, плюс к этому костюму у нас есть еще и головной убор, ребят, который выглядит вот таким вот образом. И, в принципе, вместе с головным убором, да еще и с масочкой, как видите, на пятом уровне еще и масочка есть, этот сет выглядит неплохо. Для первого уровня платного РП это очень даже хорошо, ребят, согласитесь, вот такой вот фулл сет у нас получается. Так что первые награды уже, в принципе, достаточно годные, плюс к этому мы с вами их еще не видели и очень даже интересно вместе с вами прямо сейчас их увидеть. Я тоже до этого еще не видел ничего, ребят, прямо сейчас вместе с вами рассматриваю все эти награды. Не знаю, выглядит хорошо, предлагаю идти дальше. Так, дальше что у нас, 10 уровень, ребят, на 10 уровне у нас скин на шлем, вот такой вот скинец кошечки, мы его с вами видели в утечках, но мы не знали, что это Royal Pass, ребят. И выглядит шлем неплохо, я вам скажу, очень даже неплохой шлем, впервые мне шлем из РП, но не впервые, было еще ранее такие у нас моменты, да, но очень редко, когда скин из РП на шлем не нравится. Эмоция, эмоция вроде бы у нас было такое, это не старая эмоция, ребят, что-то мне кажется, что у нас что-то такое было подобное. Так, у нас идет в платном РП висюлька на 15 уровне, кстати, эту висюльку уже все видели и все говорили, что она будет в РП, так и оказалось, ребятки, она у нас именно в РП. Аватарочка, конечно же, на 15 уровне, куда без нее, куда без аватарочки, но вот эмоция, мне почему-то кажется, что я ее где-то видел. Ребят, если вдруг вы знаете, откуда эта эмоция, была она у нас или нет, напишите в комментах, мне вроде кажется, что она была. Так, парашютик, парашютик тоже неплохой, я вам скажу, в бесплатном РП, ребятки, анимешный какой-то парашютик, я не шарю за пешенажей, если что, напишите в комментах, кто это, но, наверное, это кто-то из коллабы, да, потому что что-то такое, похожий костюмчик я видел в китайской версии. Молотов, скин на Молотов, тоже неплохой, я вам скажу, ребят, вот такой вот крутой скинец на Молотов, черный, прям, слушайте, награды РП меня удивляют, ребят, очень даже неплохие награды, я вам скажу. Так, идем дальше, дальше у нас идет маска на 23 уровне, а, вместе с костюмом, понятно. Интересная такая маска, как будто и цветов не хватает, но это финальная версия, это вот так будет выглядеть. Костюм как костюм, но вот маска меня больше удивила, если честно. Окей, идем дальше, 30 уровень, ребят, 30 уровень у нас самолетик, ну вот самолетик, да, он выглядит хорошо, но что-то подобное мы уже видели. Мне кажется, что-то подобное есть в игре, если я не ошибаюсь, где-то, где-то я что-то такое видел. В принципе, у меня такие уже ассоциации со всеми скинами, потому что, ну, ребят, после стольких лет не повториться это достаточно сложно. Но все же, скинец неплохой, скинец неплохой, и давайте посмотрим на эмоцию. Эмоция 30 уровня. Угу. Угу. Ну, эмоция не мифическая, давайте так скажем, да. Ну, окей, окей, выглядит так себе, если честно. Так, пошли дальше, вот здесь с эмоцией косяк у нас. Да, скин на узик, как мы с вами видели ранее, ребят, бесплатная линейка, 35 уровень. У нас тот самый скинец на узик, который я говорил, что не понимаю, каким образом он тут оказался. Ну, согласитесь, ребят, это вообще сюда не подходит, это должно было быть где-то у нас, не знаю, в скинах именно, которые у нас были на тематику еды, если я не ошибаюсь. Да, вот на тематику еды, когда у нас был РП, вот тогда у нас должен был быть этот скин, а его сюда засунули. В принципе, с бесплатной линейки всегда такие вопросы у нас, согласитесь, да. Что-то не отсюда, что должно было быть раньше, всегда попадает именно в эту линейку. Ладно, пошли дальше. Ну, а дальше у нас еще один скин на оружие, а именно, угадайте на что? Да, ребят, на берсту. Опять скин на берсту. Я не понимаю, что у разработчиков происходит, почему у них такая любовь к этой берсте. Ну, опять скин на берсту, ребят. И скин годный, в этом и прикол, что скин очень даже неплохой. Можно было на 416 или на калашик запихнуть, или, не знаю, там на берил в крайнем случае. Нет, опять берста. Да, я понимаю, что в основном все играют с этими оружиями, но все же это как бы из платной линейки. Можно было бы добавить даже чуть-чуть похуже бы скин, да, но на такое оружие. Чисто мое мнение. Но, возможно, кто-то катает с берстой, и ему будет по кайфу вот таким вот скином. Ну, и прямо сейчас вы видите, ребят, тот самый костюмчик 50-го уровня. Мифический костюм, который можно будет заполучить именно из следующего Роял Пасса. И здесь снова же подвох, ребят. Головной убор не мифический. Опять у них эта тема, что головной убор в одном РП не мифический. Я так предполагаю, в 12-м он будет мифическим. Потому что там и костюм тоже очень крутой. В принципе, здесь тоже костюм неплохой, согласитесь. Я даже в нем погоняю. Ну, выглядит годно, выглядит хорошо. Анимация есть. Как бы грех жаловаться, но выглядит очень неплохо. Просто напрягает им на головной убор, что он не мифический. Почему они его не хотели сделать мифическим, вот я не понимаю. Ну, а так, непонятно, при чем тут вот эта вот эмоция. Вот вообще непонятно. Сам костюм крутой, а вот эмоция непонятна, как она связана у нас с мифическим костюмом. Ладно, в принципе, с этим разобрались. Теперь предлагаю, ребятки, что? Предлагаю рассмотреть им на награды из РП рулетки, которые нас ожидают. Ну и, само собой, ранговые награды следующего сезона. Давайте начнем именно вот с такой вот масочки, ребят. Вот такая вот маска будет у нас, помимо вот этого вот головного убора, да, который будет у нас именно вместе с мифическим костюмом. В принципе, выглядит масочка интересно. Ну, она именно подходит именно, конечно же, для второго мифического костюма, который вы видите, ребят. Вы заметили, да, что в трейлере есть у нас женский костюм. А, конечно же, в РП его нету, потому что он будет в РП рулетке. Мы, в принципе, так и предполагали с вами. Вот такой вот миф-костюм, ребятки, женский. В принципе, неплохой, но посмотрим, сколько он будет стоить. Если он будет стоить так, как это у нас было с коллаба из Warframe, то, ну, будет очень дорого и богато, чтобы забрать его оттуда. Вот, кстати, шлем, ребят. Давайте рассмотрим его на всех уровнях. Ну, согласитесь, шлем из РП выглядит очень даже неплохо. Не, реально удивили, вот со скинами, серьезно удивили. Я до сих пор не видел именно скинов, да и вы тоже, ребят. Мы с вами сейчас впервые увидели все скинчики. И 11-й РП удивил. Надеюсь, 12-й будет на уровне 11-го. Если да, то вообще будет все мега топ, ребят. И следующий сезон нас просто будет радовать. Скинец на Юмпик. Снова же в обменнике, ребят. Конечно же, его можно будет заполучить за те же очки, да, вот эти маленькие аэрдропы, которые вы выбиваете из рулетки. Или за ЮЦ-шки, да, которые нужно будет потратить тоже на эту рулетку. Но скин на Юмпик такой себе. Не знаю, если есть у кого-то желание себе его забрать отсюда, хорошо. Но мне он, если честно, не интересен. Мне больше понравился, конечно же, костюмчик. Но я думаю, шансов его забрать именно за адекватную цену, ну, очень мало. Очень мало шансов, чтобы его забрать за какие-то небоснословные деньги. Окей. Пошли дальше, ребят. Ранговые награды следующего сезона. Мы, в принципе, с вами их видели уже на картинках, ребят. Но вот на персонажа мы их с вами не видели. Будет вот такой вот женский костюмчик. Прикольный. Головной убор. Ну, средненький, давайте так скажем, да. Средненький. Маска, которая напомнила такую же маску, ребятам, из другого сезона. Ну, похожий прям почти точь-в-точь, как эта маска, ребят, у нас была уже ранее. Ещё вот такая вот масочка. Ну, и, конечно же, скинец на пулемёт. Наконец-таки у нас на этот пулемёт будет скин. И, в принципе, выглядит неплохо, я вам скажу. Если вы его получаете бесплатно, ну, это вообще мега годно, ребят. Согласитесь. Ну, и на этом, в принципе, всё. А перед тем, как мы с вами закончим видос, ребят, хочу напомнить, что у нас проходит розыгрыш целых трёх Роял Пассов на канале. Ссылочка на розыгрыш есть в описании. У нас также проходит розыгрыш прокачки аккаунта подписчика на 8400 УЦ-шек. Снова же ссылочка есть внизу в описании. А также подпишитесь на Телеграм, если вы хотите раньше всех скачать обновление и поиграть в него. На этом, в принципе, всё, ребят. Это всё, что я хотел вам показать и рассказать. Жду, конечно же, ваше мнение в комментариях насчёт 11-го Роял Пасса. Будете ли вы его покупать? Я его буду покупать. Само собой, подписывайтесь на Телеграм, ребят, потому что скоро будет у нас обнова. Будет возможность её оттуда скачать намного быстрее. Ну и, само собой, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. А также стрим, где мы с вами вместе будем тестить обнову. Ну, а на этом, в принципе, всё. Берегите себя, берегите своих близких. С вами был Дрим. Всем топ-1. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...